Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодняшнее видео я хочу посвятить тому, что немножко расскажу вам о жизни в Испании. Очень много комментариев я прочитала, что девушки просили меня рассказать о жизни в Испании. Но вот и сегодня я немножко об этом расскажу. Конечно, за одно видео о жизни в Испании не расскажешь. Поэтому сегодня я затрону некоторые темы. И если вам будет интересно, понравится это видео, то напишите мне, и я продолжу такого формата видео рассказывать о жизни в Испании. Ну, в Испании, как и в любой другой стране, есть свои плюсы, есть свои минусы. И вопрос лишь только в том, готовы ли мириться вы с этими минусами, либо есть определенные плюсы, которые перетягивают все другие минусы. Вот. Ну, так что в Испании тоже есть, как я уже сказала, и плюсы, и минусы. И один очень такой, ну, для большинства людей, как ни странно, это очень один такой большой жирный плюс, что вот это побережье, на котором я проживаю, побережье называется Коса де Соль, здесь просто шикарный климат. Испания не вся имеет такой климат, то есть где-то она более холодная, где-то она более дождливая, но здесь климат просто идеальный. Летом здесь, значит, температура бывает, конечно, 40 градусов и даже 45, но от того, что мы находимся на побережье, возле моря, то этой жары не так чувствуется. То есть жара здесь не так чувствуется, как если она ощущается в Мадриде или в Севилле. В Мадриде и Севилле, вот мы были летом, ну, там просто кошмар. Там 40 градусов, наверное, как все 50 ощущается, что днем на улицу выйти просто невозможно. Здесь такого нет. И очень часто здесь бывает из-за моря ветер, что уже как бы не создает такого ощущения какого-то пекла. Здесь летом практически не идет дождь. Это настолько редко, наверное, за все лето, начиная с мая месяца по сентябрь, здесь может дождь пойти, ну, раза два, наверное. И то это не будет такой дождь, который затянется на целый день. Это пройдет такой легкий дождик, и все. И дальше опять выглядит солнце. Здесь огромное количество солнечных дней в году. То есть ты открываешь глаза, за окном солнце, и, соответственно, у тебя уже настроение другое. Здесь очень мягкая, теплая зима. Зимой температура бывает, ну, в основном где-то плюс 15. Но, допустим, декабрь и до середины января часто очень бывает, что температура днем, когда солнышко подымается до плюс 20. То есть я вам уже даже показывала в некоторых видео, что люди, которые, туристы, которые приезжают к нам из более прохладных стран, такие как англичане, скандинавы, они вообще ходят в шортах. Но где-то после середины января уже становится прохладно. Это недели-две такого холодного времени температура даже может опуститься до, ну, днем где-то плюс 10-12. Вот. Ну, ночью, соответственно, может опуститься ниже. Ну, это все равно не те плюс 10, плюс 12, потому что земля здесь, в принципе, не остывает. И здесь намного теплее, если бы плюс 10, плюс 12 в какой-нибудь холодной стране, да, когда холод идет от самой земли. Вот. Ну, и дождички здесь бывают осенью и весной, соответственно, как везде. Ну, это тоже не... Нет такой навязчивости дождя, когда он идет изо дня в день, льет не переставая. А, то есть, дождь пройдет, может быть, остаться пасмурно, может выглядеть солнышко. Но чаще всего выглядывает солнышко. Вот, видите, даже сегодня у меня такой солнечный день за окном, хотя ночью шел дождик. Вот. Бывает такое, что неделю может идти дождь, но это тоже очень-очень редко. Это такая необычная аномалия здесь. Вот. Так что, в основном, здесь очень прекрасная всегда погода, которая поднимает настроение. И, соответственно, любая какая-то депрессия или то состояние какого-то уныния, оно здесь уходит. Следующий еще такой очень большой плюс – это, конечно, медицина. В Испании очень высокий уровень медицины. И, насколько мне известно, испанская медицина входит в пятерку лучших медицин в мире. Здесь два вида страховки. Страховка частная, страховка социальная. Социальная страховка – это не обеспечены, естественно, граждане. Также здесь обеспечены все инвалиды. И обеспечены люди, которые работают наемными работниками и платят за это со своей зарплаты социалку. Частная страховка здесь для всех остальных. И, в принципе, тот, кто имеет социальную страховку, также может свободно пойти приобрести и частную. Частная страховка бывает разных уровней. Насколько вы хотите, чтобы она вам покрывала определенные моменты. Вот у нас частная страховка, и она у нас покрывает абсолютно все. Мы взяли самую дорогую страховку, которая покрывает все. Ну, социальная страховка – это, конечно, хорошо. Это привлекательно то, что она бесплатна. Но есть такой нюанс, что если у тебя случается какая-то проблема, то ты не можешь пойти напрямую к специалисту. Ты идешь сначала к терапевту, и уже терапевт решает, назначать тебе визит к специалисту или нет. Назначать ли тебе какие-то диагностические процедуры или лечебные процедуры или нет. Если вот как мы владельцы частной страховки, мы можем сразу пойти к любому специалисту, к которому мы считаем нужным записаться, и уже специалист назначает нам обследование, то, которое необходимо в полной мере. И наша страховка покрывает все обследования, в общем, все, что необходимо. Ну, за исключением, конечно, лекарств. Лекарства мы уже покупаем за свой счет. Еще плюс такой частной страховки то, что она покрывает и какие-то проблемы, если случаются, за рубежом. Вот у меня, когда старшая дочка училась в Америке, то у ней случилось так, что она заболела, и ей нужно было провести какие-то диагностические процедуры и лечебные. Ну, а в Америке, думаю, что многие знают, что там ценник на лечение просто какой-то нереальный. И по возвращению нам вернули все деньги, которые она потратила на вот это вот, ну, на то обследование, которое проходило в Америке. Здесь, конечно, не нужно выбирать, к какому пойти врачу, где врач лучше, где врач хуже. Тут, в принципе, медицина везде очень хорошая. Можно пойти. Мы вот ходим в клинику, которая находится недалеко от нашего дома, чтобы, ну, зачем ездить далеко, да, если и тут все прекрасно. То есть ты идешь в ту клинику, которая тебе удобна, допустим, по месту жительства, и получаешь хорошее медицинское обслуживание. Ну, конечно же, есть какие-то гениальные врачи, да, которые хочется пойти специально, но это уже при том или ином заболевании, да, каком-то. Но, в общем, здесь можно идти к любому врачу, не выбирая конкретно лучше он и хуже, потому что уровень врачей здесь всех одинаков. Одинаково хороший. По скорой помощи. Ну, конечно, я думаю, что уже многие слышали такую историю, что скорая помощь здесь приезжает только в самых крайних критических случаях. И здесь есть обычная скорая помощь, 112 номер. Вот, когда звонишь, ну, как у нас, 03, да, но эту скорую можно вызвать только в таком случае, если ты умираешь. А так большинство людей, ну, в основном все люди, ездят в скорую помощь, которая находится при больнице. При каждом госпитале имеется отделение скорой помощи, где тебе оказывают абсолютно все услуги. Там же тебе сразу же проведут какую-то экстренную диагностику, если какой-то острый случай. И потом уже на следующий день тебя запишут к врачу. Дальше ты идешь уже долечиваться у врача. Ну, и также в отделении скорой помощи могут сразу же прописать какое-нибудь лечение, и тогда к врачу можно не ходить. И еще здесь очень классно обстоят дела с инвалидами. Я вот это расскажу сейчас из первых уст, что называется, конкретно про наших друзей. Они приехали сюда на постоянное место жительства где-то прошлым летом. Они долго сомневались, они хотели переехать, но сомневались, так как у них ребенок инвалид. Они, в принципе, люди не бедные, обеспеченные, поэтому у них в России было, в общем-то, все уже устаканено. То есть у них было две няни, ребенку на сегодняшний момент 4 года. У них было две няни, которые занимались ребенком, няни с медицинским образованием, они делали ему массаж. Ребенок инвалид от рождения. И там у них в городе какой-то есть доктор, который конкретно занимается этими детьми, и они, естественно, боялись вот так вот сорваться, потому что все-таки одно дело остаться с ребенком один на один, с таким, которым нужен определенный уход, и им нужно заниматься со знанием дела. И поэтому они думали переезжать или не переезжать, но все-таки они решили сюда переехать. И мы помогли им найти клинику, даже это не клиника, а, ну, знаете, как детский сад. Школа, которая занимается непосредственно детьми-инвалидами. Они, значит, для этого нужно было сначала получить инвалидность здесь, в Испании. То есть у них уже была инвалидность в России, но нужно было ее как бы подтвердить. Ну, это составило очень короткий промежуток времени. То есть это буквально, ну, вот как рассказывала мне мама этого ребенка непосредственно в сравнении, да, очень быстро все это произошло, и в основном вопросы были о ребенке, о том, как он кушает, сам ли он глотает, там, ходит, не ходит, ну, в общем, о его состоянии психическом и физическом. Вот, и затем здесь, значит, по виду заболевания есть свои вот такие вот школы для детей, которых определяют уже они сами, самостоятельно врачи. И вот этого ребенка определили в эту школу, они очень переживали, как это будет, потому что, ну, ребенок, по сути, находился все время дома вместе со своими родителями, да, либо с няней, то есть даже куда-то если поехать, он все время был с ними. Вот, а тут они должны были оторвать его, как говорится, от сердца и отдать в какой-то детский сад. Значит, эта школа абсолютно так же, такое же расписание, как у обычной детской школы, то есть с утра и до, получается, до четырех дня. Вот, ребенок находится, детей в группе всего лишь пять человек, и каждым ребенком занимается специалист, то есть ребенок никогда не остается без специалиста. Там, получается, специалист по физическим нагрузкам, по тому, чтобы учить ребенка ходить или как-то двигаться, потом специалист логопед, потом, значит, я так понимаю, что массажист, и воспитатель, который учит ребенка, допустим, кушать или что-то там рисовать, в общем, ну, таким развитием. И каждый ребенок, то есть вот так вот ходит от одного специалиста к другому целый день. Вот, и, ну, во-первых, это абсолютно бесплатно, абсолютно бесплатно, и для ребенка выделяется индивидуальный социальный работник, и, допустим, у них от школы есть автобус, который забирает этих детей возле домов по маршруту. И если, допустим, твой ребенок живет дальше, чем проходит этот маршрут, то ему эта социальная служба предоставляет индивидуальное такси, которое будет заезжать за этим ребенком индивидуально. Ну, если родители, к примеру, не могут возить, если у них нет машины или еще что-то, вот, то за ребенком присылают индивидуальное такси. И, соответственно, предоставляют абсолютно все оборудование. Вот она недавно говорила, что им совершенно бесплатно дали какую-то крутую коляску, которая стоит 2000 евро в обычном магазине. Я не знаю, что это за коляска, ну, какая-то, видимо, не знаю, последнее слово техники, как говорится. Потому что до этого у них ребенок ездил в такой не очень комфортной коляске. Они посмотрели и сказали, нет, эта коляска такая не годится. И они предоставили ребенку, ну, такую современную модную коляску. Вот так вот обстоят дела с инвалидами, так что они очень приятно были удивлены. И ребенок, причем они, ну, вот я уже сказала, что они так переживали, но оказалось, ребенок настолько с удовольствием ходит в этот детский сад, что он прям рвется. Когда были каникулы, так же каникулы у них, как в обычных школах, когда были каникулы, то ребенок первые три дня, он был такой грустный и даже потерял аппетит. В общем, так хотел он пойти в эту школу. И за месяц у него случился очень большой прогресс. Ну, конечно, когда занимаются профессиональные люди, которые привыкли заниматься такими сложными детишками, он сам стал есть. До этого он не мог сам есть. Уже он как-то там стал стоять на ножках. В общем, за месяц у них случился такой прогресс, и они прям очень-очень были довольны. Вот такая вот хорошая история. И самое главное, что, во-первых, они, допустим, вот эти вот наши друзья, они приехали сюда по визе, то есть у них еще нету вида на жительство, а просто длительная виза, которая позволяет им постоянно пребывать здесь. И все, что делает социальная служба испанская, для них, для ребенка, это абсолютно бесплатно. То есть я даже такого момента не знала. Но когда я это послушала от них, прям очень удивилась и подумала, ну, надо же, какие молодцы. И еще такой очень интересный момент про больницы. У них в палатах всегда есть обязательно место для того, чтобы, если человек лежит в больнице, чтобы к нему пришел переночевать родственник. Это абсолютно нормально, независимо от того, в каком состоянии находится больной, там абсолютно он лежачий или он ходит и с ним все относительно хорошо. В любом случае родственник может прийти переночевать. Всегда есть место. Чаще всего это такой диван-кровать. Вот. Потому что в Испании, конечно, у них очень развита семейственность. Они очень близки друг к другу, дети к родителям, родители между собой, братья-сестры, бабушки-дедушки. То есть у них вот такие большие-большие семьи. Вот. И я вот, допустим, например, даже ни разу не видела, может быть, это, конечно, и бывают такие случаи, но я не видела, чтобы женщина беременная одна приходила к гинекологу. Чаще всего она идет с мужем, ну, либо там с мамой. Но чаще всего женщина беременная к гинекологу ходит с мужем. И если нужно к врачу маленького ребеночка, грудного какого-нибудь, то очень часто родители идут вдвоем, папа и мама. И даже взрослые дети ходят в больницу чаще всего с мамой. И это абсолютно нормально здесь. То есть это не стыдно ребенку, потому что здесь проявлять любовь к родителям, активную такую к маме. Это очень даже приветствуется. То есть мама может спокойно там и обнять ребенка, и поцеловать при всех, как у нас бывают такие дети, да, колючие, там не любят вот эти нежности, им как-то стыдно, неудобно. Здесь нет, здесь абсолютно такого нет. То есть папа, мама, семья, это все очень-очень ценно, традиционно. Вот. Ну и постепенно мы с вами перешли к испанским семейным традициям. Они каждые выходные чаще всего собираются с семьей в ресторане на обеды или на ужины. И, ну, чаще всего на обеды. Они любят собираться, допустим, в субботу или в воскресенье. Их очень много. Дети, дети детей, дедушки, бабушки, папы, мамы. И вот они все за большим столом сидят и обедают. Это у них такие воскресные выходы. Испанцы очень традиционные и очень даже немножко такие консервативные. То есть они очень редко, когда меняют что-то в жизни, даже на таком банальном простом уровне, что если, допустим, мой папа ходил в этот ресторан, а до этого дедушка ходил в этот ресторан, и я буду ходить в этот ресторан, и ничего я не хочу менять. То есть они чаще всего ходят в свои испанские рестораны, не особо предпочитают там различные кухни, там, допустим, азиатские, допустим, китайские, японские или итальянские рестораны. Не очень они это предпочитают, а больше они любят свои испанские рестораны. Ну, уже люди, допустим, которые живут в Мадриде или в Барселоне, это города более такие продвинутые, что ли, и, соответственно, испанцы тоже уже становятся более такими, ну, как сказать, более восприимчивыми к чему-то новому. А вот если такая традиционная Испания, которая, вот, допустим, деревни или небольшие города, то там они посещают только свои испанские рестораны. Ну, и давайте я вам расскажу, что они едят в ресторанах. В ресторанах они едят свинину, обязательно в каждом ресторане есть свинина, а в особенно традиционных ресторанах подают ещё поросёнка. Они едят баранину. Это вот такие бараньи ребрышки. Каре вот ягнёнка. Это очень распространено. Вот так выглядят эти ребрышки. Здесь очень хорошее качество баранины. Баранину можно поесть не только местную, испанскую, но и ирландскую. И, конечно же, говядина. Говядину они любят такую зрелую, выдержанную. И это обязательно будет стейк. Вот если это испанцы, то чаще всего они возьмут вот такой толстый стейк, такой огромный, который называется чулетон. Это стейк на кости. Такой стейк бывает жирноват, но испанцы это обожают. И знаете, они настолько едят мясо, что, в принципе, испанский мужчина может съесть один этот чулетон. А мы, допустим, если мы собираемся компанией, то мы берём этот чулетон на, ну, допустим, две пары, на четыре человека. Вот, потом у них из мясных блюд традиционно это хамон обязательно, кровяная колбаса. И ещё такое блюдо, которое называется честоры. Это колбаска. Она сырая, и её нужно обжаривать на сковородке. Она довольно-таки жирненькая, но вкусная. Вкусная колбаска, получается такая самодельная, слегка остренькая. И тоненькая, вот такая вот тоненькая колбаска. Они режут её такими кусочками маленькими и обжаривают. Ещё нередкость в традиционных испанских ресторанах это тушёные бычьи хвосты. Вкусно. Но я готовлю сама бычьи хвосты вкуснее, чем в испанских ресторанах. Я готовлю бычьи хвосты по-римски. Когда-то мы были в Риме, и там я попробовала блюдо с бычьими хвостами. Очень вкусное, намного вкуснее, чем испанское. Поэтому я сама готовлю бычьи хвосты по-римски. Именно по-римски, не по-итальянски, а по-римски. Я не знаю, как это отличается, но вот рецепт именно такой. Обязательно они едят рыбу, морепродукты. Из морепродуктов они едят осьминога. Это очень распространённое блюдо в Испании. Потом кальмары. Различные ракушки. Очень много всяких ракушек они едят. Потом есть такие, я не знаю, знаете вы или нет. Такие, как такой морской моллюск, который похож на бамбуковую палочку. Он называется навахос по-испански. Похож на бамбуковую палочку, но сверху он как ракушка, а внутри как моллюск. Вот, и они его жарят чесночком, креветки, креветок, различных креветок. Просто огромное количество. От вот таких малюсеньких до вот таких огромных. Это просто у них в магазинах. Я вам, кстати, покажу прям видео, как выглядят рыбные магазины в Испании. Таких рыбных магазинов я не видела нигде. Вот. Потом, значит, что ещё? Они едят рыбу различную. Это Исибас, это Дорадо. В каждом испанском ресторане есть обязательно треска. И тунец. Вот это вот самые-самые популярные рыбы. И есть ещё такая рыбка малюсенькая, которая называется бакеронес. Ну, это, знаете, как семечки. Её вот так вот во фритюре жарят и подают. Вот. Ну, вообще рыбы очень много различной. Что ещё? Есть ещё тоже такая рыба, которая называется радобая. Это по-английски она как тюрбо. Но это, знаете, как будто такая огромная камбала. Вот так они её вкусно готовят. Рыба эта большая, её нужно брать на компанию. Я сама тоже готовлю такую рыбку. Очень вкусная. И ещё есть рыба, именно как камбала небольшая. И вот она продаётся различных размеров. Начиная от вот такой. Вот она называется морской язык или лингвада. И до самых вот таких малюсеньких детёнышей. То есть, кому какой нравится размер. Побольше она пожирнее. Поменьше она посуше. Вот. То есть, эта лингвада тоже часто бывает в ресторанах. А это стандартный рыбный прилавок в обычном супермаркете утром. Здесь вот разные виды кальмара, осьминоги, рыба. Рыба просто изобилие различной рыбы. Вся свежая. Это тунец. Обратите внимание, как он разделал. Специально существует правило разделки тунца. Вот эта рыба большая, первая справа. И есть родобая. А рядом с ней лежит лингвада. Видите, сколько размеров этой рыбки. Дальше пошли различные креветки разных размеров. Амары очень популярны в рыбных ресторанах. Здесь блюда из амаров. Крабы, лангустины. И вот огромное количество ракушек. А вон наверху ракушки, видите, которые связаны веревочкой, это и есть навахосы. Авахосы, мидии, в общем, изобилие. Тунец здесь одна из самых распространенных рыб. Готовят они из нее тартар из тунца, карпаччо из тунца. Просто жарят стейки. Ну, естественно, испанцы любят свою паэлью. Паэлья у них бывает овощная, бывает только там куриная, бывает паэлью. Ну, именно классическая паэлья. У них курица и морепродукты вместе. Бывает паэлья просто с морепродуктами. И часто они готовят паэлью черную, то есть она окрашена чернилами каракатицы. Вот. Паэлью часто заказывают, когда собираются вот такими большими семьями. И тогда они заказывают огромную вот такую паэлью. У них вот такие вот есть прям огромные сковородки, наверное, называется правильно. Вот. И на которых подают в ресторанах паэлью именно вот для большой-большой компании. Но это вот то, что касается, я вам сейчас рассказала, то, что касается традиционных ресторанов. Плюс еще они готовят крокетас. Крокетас. Крокетасы они любят, то есть это такие во фритюре шарики. Они бывают с креветками, они бывают с бычьим хвостом, они бывают с хамоном внутри. Такое блюдо есть в каждом ресторане. Блюдо с белыми грибами, то есть они часто такое блюдо, вот жарят эти белые грибы и заливают их яйцом и подают к столу. То есть такое простое домашнее блюдо. А в эти грибочки добавили еще поджаренный хамон. Еще традиционно в испанских ресторанах подают просто нарезанные помидоры, нарезанные вот так вот слайд помидоры с луком. Иногда они посыпают консервированный тунец сверху. Но мы заказываем просто помидоры с луком. Этот сорт помидор называется бычье сердце. Из овощей еще есть такие перчики, называются падроны. Это вот такие маленькие зелененькие перчики, они их жарят на гриле. Тоже очень вкусные. Их очень часто берут как гарнир, допустим, к мясу. Картошку испанцы любят. Почти всегда есть гарнир картошка, рис. Ну, естественно, их традиционный суп гаспачо. Думаю, многие слышали. Вот. Вино. Без вина испанцы не садятся ужинать и чаще всего обедать. На завтрак. На завтрак, вот, знаете, я просто удивлена, но все испанцы на завтрак всегда едят практически одно и то же. Я даже не могу представить, как можно на завтрак есть каждый день одно и то же из дня в день, из года в год. Но вот так они, так могут. Это хлеб. Это может быть простой хлеб, либо тост. И сверху помидоры. Наподобие, знаете, помидоры перетираются в такую вот, либо мелко-мелко режутся, либо перекручиваются через мясорубку. И вот это, значит, вот этот хлеб, тост, мажут вот так вот обильно вот этим томатом, помидорами вот этими, мелко порезанными. И вот это их завтрак. Иногда бывает, что они кладут еще между, то есть на хлеб сначала хамон, а потом сверху опять вот эту томатную смесь. И еще одно блюдо, это опять же хлеб и авокадо. Все. Вот это их традиционный испанский завтрак, который едят все. Все и всегда. Из напитков, если не алкогольных, они предпочитают пить кофе. Чай испанцы не пьют. Кофе у них, если их кофе традиционное, которое они любят пить, это кошмар. Сейчас уже вот на побережье, так как здесь очень много европейцев, и как-то уже открываются более такие современные заведения, то уже во многих местах можно попить хорошее кофе. А раньше, когда мы сюда только приехали, я вообще не могла пить местное кофе. Оно отвратительно горькое. Оно горькое такое, что, ну знаете, как будто съесть листок алоэ. То есть горечь, делаешь глоток, и горечь разливается по всему рту. Но как мне объяснили, оказывается, испанцы любят такое кофе. Это не то, что оно какое-то плохое, какой-то плохой сорт. Нет, обычно, по-моему, обжарка кофе, вот точно не буду говорить, но по-моему, кофе закупает, Нидерланды закупают. И там же они обжаривают это кофе. Но испанцы закупают кофе сырое и обжаривают самостоятельно. И они смешивают его с сахаром, чтобы оно, знаете, как горело. То есть, и по сути, это получается кофейные зерна, которые подгоревшие. И вот эта вот горечь, подгоревшая, она передается кофе. Им нравится вот такое кофе. Ну, вот такие вот вкусовые пристрастия. И чаще всего они пьют именно кофе, то есть крепкое, ну, как эспрессо. Либо кафе кон лечи, это тоже эспрессо, куда добавляется молоко. Это их излюбленные напитки. Вот. А по десертам, десерты у них, я не люблю испанские десерты, потому что они у них очень-очень сладкие. То есть, они в них вбухивают сахара столько, особенно, как я не особо любитель сладкого, что мне глаза аж вылазят из орбиты от такого количества сладкого. Испанские десерты так себе, на любителя. Испанцы, конечно, их любят, но это не те какие-нибудь французские десерты, которые любят все в мире, а это такое специфические десерты. Ну, что вкусные десерты у них, которые мы берем, это, ну, в ресторане, это тарта де кеса. То есть, это, по сути, это чизкейк, только чаще всего они делают такой запеченный наподобие запеканки. Вот этот вкусный десерт. И еще из традиционных десертов, это крема каталана, по сути, это как крем-брюле. Вот. И дальше у них очень много всяких тортов. Тарта де манзана, яблочный торт, потом лимонный торт, потом миндальный торт. Но все они очень-очень сладкие, поэтому я никогда не беру эти торты. И, конечно, еще один десерт у них очень знаменитый, называется чурос. Я думаю, вы слышали. Но это их... Я не встречала, чтобы их подавали в ресторане. А это есть такие отдельные чуросные, в которых подают только чуросы, и к ним топленый... Топленый шоколад. Растопленный шоколад, жидкий. То есть ты берешь вот этот чурос. Чурос это, ну, знаете, как пончик, по сути, рецепт. Только это такая длинная палочка. А чаще всего это огромная-огромная вот такая закрученная спираль. Отрываешь вот эту палочку, макаешь ее в жидкий шоколад и ешь. Ну, то есть там калорий просто... Огромное количество, но вкусно. Это вкусно. Вот. Ну, и я думаю, что на этом я свое видео закончу. Потому что не хочу вас долго задерживать. Не хочу, чтобы видео получилось очень длинное. Так что, если вам видео понравилось и вы хотите, чтобы я продолжила рассказывать об Испании, о жизни в Испании, пишите мне в комментариях. И я подумаю еще, какие темы затронуть. Возможно, тему образования. Мне кажется... Потом... Что еще? Если кому интересно, тема бизнеса в Испании. Бизнес в Испании. Тоже могу рассказать. Вот. Ну, то есть какие-нибудь... Раскрою еще какие-нибудь интересующие вас темы. Так что пишите мне об этом в комментариях. Я думаю, что мы с вами прощаемся ненадолго. До скорых встреч в новом видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok